10 остановок мы проехали в полупустом автобусе 73 маршрута. За это время в салон зашли лишь двое пассажиров. И хотя людей, передвигающихся по городу, стало гораздо меньше, транспортом люди пользоваться не перестали. Правда, некоторые отмечают, что ждут свой маршрут теперь дольше обычного. Ну, трамвайчиком в основном я пользуюсь. Но сейчас пока нет. Вот в аптеку, из аптеки ходили за поясом, больше никуда. Сидим дома, на дистанционном, работаем. Уехать мне было крайне сложно сегодня. Чуть не опоздала на работу. Ждала, наверное, минут 20. Может быть, даже 30. Это так условно говоря. Очень долго. Если брать конкретно маршрут, то я езжу на 10 трамвае. То есть они, в принципе, всегда очень редко ходят. А здесь так вообще не дождешься. А дело в том, что в связи с недельными вынужденными каникулами барнаульские перевозчики сократили количество транспорта на маршрутах. Мы будем в сокращенном режиме работать, режим выходного дня. То есть это где-то порядка процентов 40 сокращено будет машин на линии. То есть мы уже в субботу вышли уже в таком сокращенном режиме. Если у нас выходит на предприятии порядка 100 единиц, то выходить сейчас будет порядка 60 единиц. У нас сокращен подвижной состав. Трамвайных вагонов у нас будет минус 37, а троллейбус минус 7. Иными словами, общественный транспорт работает по расписанию выходного дня. Барнаульские перевозчики отмечают, что уже терпят убытки. Около 500 тысяч убыток каждый день. Вот с учетом введения режима находиться дома. Но гонять по городу пустые трамваи и автобусы еще более убыточно. Как будут наверстывать упущенные доходы, перевозчики пока не определились. Между тем пассажиров волнует еще один вопрос. Безопасно ли в нынешних условиях передвигаться в общественном транспорте? Мы инструктируем и выдаем средства антисептики, которые на каждой конечной. Водители проинструктированы, чтобы они проветривали машины и протирали поручни и ручки сидений. Правда, по данным мэрии, не все перевозчики добросовестно относятся к этому. Поэтому ситуацию приходится мониторить. Представители комитета по транспорту выписывают предписания, составляют акты и просят соблюдать все меры профилактики. К слову, в режиме выходного дня общественный транспорт будет работать всю неделю каникул. Возможно, одной недели этот график не ограничится. Мария Микшута, Илья Халяпин. День с толком.